Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 20 января примерно в 2 часа. Дым заметили сотрудники котельной с улицы Дзержинского, дежурившие в ночную смену. На территории фабрики Балашова множество производственных корпусов. Источник долго не могли обнаружить, из-за чего огонь успел распространиться на достаточно большую площадь. На момент прибытия наблюдался густой черный дым из-под кровли здания. Работу на месте пожара осложняли погодные условия в виде ледяного дождя. К 4 утра горение было ликвидировано. В результате пожара повреждено чердачное помещение и кровли здания на площади 600 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются. По словам очевидцев, здесь было опасно. Сверху вместе с балками падали ледяные глыбы. К зданию никого не пускали. Перекресток улицы Ноговицыной и Кренистовой из лесарного переулка был перекрыт до 8 часов утра. На четвертом этаже здания находится бар-чердак. На первый взгляд он пострадал больше всего. В остальных помещениях швейные производства, цеха и склады. Сейчас арендаторы вывозят продукцию. Во время тушения помещение промочило до первого этажа. Производство получили значительный ущерб. Мы пытались связаться с представителем арт-объекта Денисом Авдеевым в соцсетях. Однако он так и не ответил. Чердак – место популярное и знаковое среди молодежи. Здесь проходили концерты, дискотеки, студенческие вечеринки. Интересно, что клуб горит не в первый раз. Его уже тушили летом 2020 года. Тогда выгорело 40 квадратных метров. В основном чердачные перекрытия. Причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности во время сварки. Рабочие ремонтировали крышу. Сперва они пытались потушить пламя самостоятельно, но не справились и вызвали спасателей.